Я сегодня буду проповедовать такая проповедь, называется «Утащение в ожидании, общение с Духом Святым». «Утащение в ожидании, общение с Духом Святым». И почему я хочу говорить о ожидании? Потому что я очень долго ожидала. Не только ожидала вернуться в Мурманск, но и также, когда мне было 12 лет, когда мне было 12 лет, я приехала на первую миссионерскую поездку в России. И это было в 1997 году. И недавно после падения Советского Союза, и мне было 11, и Бог мне говорил, «Аманда, ты поедешь в Россию». И я пошла к папе и сказала, «Папа, я поеду в Россию». И он смеялся, и он сказал, «Ну, может быть, я тоже с тобой поеду». И мы поехали. И там я была на конференции, я просто была в залы во время прославления, и я уже чуть-чуть выучила несколько песен на русском языке. Я там стояла и просто начинала петь вместе со всеми в зал эти песни. И я чувствовала настоящую любовь от Бога. Его любовь ко мне и моя любовь к Нему. И это первый раз в жизни, в котором у меня было такое мощное переживание с Богом. и изливался на мне Духом Святым, как огня, просто как огонь, по всей телу. И я начинала петь на языках. Это было крещение Духа Святого первый раз. И в этот момент я посвятила себя быть миссионеркой. И не только быть миссионеркой, но и также начинала молиться за пропуждение в русском языческом стране. И это уже было больше 20 лет назад. И еще молюсь. Еще молюсь за пропуждение. Еще молюсь за вашей страны. И также я в 18 лет молилась о том, чтобы однажды я переехала. И я начинала уже с 12 лет сказать родителями. Ну, однажды я перееду туда. И я уже начинала им сказать. Долго говорила, говорила. И 18 лет уже прошла. И я поехала. И присоединилась с движениями с Кателем Бога. И уже 4 года с ними живу, служу. Но прямо когда я переехала, я упала на улицу. Было скользко, был январей. И я упала на улицу. У меня уже было грижа в спине. И когда это случилось, это была очень серьезная травма моим позвоночником. И диск вышел из позвоночника. И уже началось целые полтора года очень серьезное страдание. Очень серьезное страдание. И боли без остановки. И мы много молились, много разных вещей в лечении попробовали. И я через 2 года я прошла операцию. Поставила винты внутри позвоночника Титани. И эта операция прошла в Киеве, в государственном больнице. И поэтому это был интересный опыт для американка. Но все хорошо. И я реабилитация прошла. Но после этого всего, что случилось, но вы понимаете, что я была в ожидании пропождения. Уже много лет. Ожидание пропождения. И я говорила, говорила, молилась, молилась, всем сказала. И 18 лет потом перееду. Думаю, все, пропождение уже будет. И потом упала на улицу. Это все случилось. И 3 года, 4 года почти, ну, мало служила, как открытием какие-то служения. Я много перевела, много там администрационных вопросов, которые можно делать с кроватой, на планшете или на телефоне. Но ожидала, когда уже буду выздоравливать, чтобы я смогла однажды начинать служить снова. И поэтому в это время я много размышляла о ожидании, терпении, что это означает. И я думала о том, что вы понимаете, когда Иисус пришел первый раз, они все ожидали пропождения. Они ожидали, что Он станет царем сейчас. Иерусалим уже будет как, ну, самый главный город в мире. Ивреи уже будут самым главным народом. Они ожидали реально, что это прямо сейчас происходит. И даже, когда Иисус пришел, Он сказал, Царство Божие здесь. Уже сейчас. И, конечно, они уже ожидали. Царство Божие. Именно Он Мессия, Он будет царем. и они ожидали. Но и потом Он скажет, дорогие, я уйду. Но это лучше для вас, что я ушел, если я ушел, потому что я оставлю вам другого утешителя. И Он утешает вас. И Он сказал, а я скоро приду. утешитель. Ну, я не знаю про вас, но для меня скоро это не означает две тысячи лет. Я не знаю, кто-то скоро значит две тысячи лет для вас. нет. Но для Бога скоро это две тысячи лет. Уже мы ждем, 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 ждем. И Он отдал нам утешитель. Почему нам нужно утешитель? Потому что нам нужно утешение. Мы скучаем, мы не понимаем, почему все еще не так, как должно быть. Почему еще есть болезнь? Почему еще есть смерть? почему еще есть какие-то травмы или несправедливости? И в это время нам нужно утешение. И Иисус сказал нам в Луки 18 глава, Он сказал им притчу о том, чтобы они всегда молились, но Он сказал, я скажу вам притчу о том, что вы всегда молитесь и не унивайтесь. Всегда молитесь и не унивать. И почему надо всегда молиться, но не унивать? Потому что очень часто, когда всегда молишься, легко унивать. если долго молишься, молишься для чего-то и не видишь ответ, то очень легко унивать. Но Он сказал в Луки 18 глава 8 стих «Но Син человеческий придя найдет ли веру на земле?» А что означает вера? Вера это что происходит, когда я не вижу я не вижу ответ и тогда я верю. Я не вижу ответ, тогда я надеюсь. вера вера осуществление ожидаемого и уверенность в невидном невидном и я хочу говорить тоже о как мы можем положить наше сердце в ожидание. Недавно несколько я была в одном городе несколько пастырей попросили мне когда у нас было движение Духа Святого в Айхоп несколько лет назад просто это 2009 году было и мы не ожидали в этом момент что Дух Святой просто будет начинать что-то делать где люди начинали переживать его присутствие как отец где начинали увидеть чудеса у нас за один год было 7000 исцелений физически было 900 человек которые красились водой и это большинство из них это было новое обращенное они спаслись в этом год 900 человек и просто необычное переживание присутствия Божия на этом году и пастырь недавно просила меня как люди положили их сердце чтобы принимать ну когда это происходит два вещи если вы конспектируете я вам хочу сказать это во-первых быть довольным тем что у меня есть сейчас быть довольным тем что у меня есть сейчас ну как это отличать ну как как я могу это сказать потому что очень часто мы думаем я хочу еще я хочу еще я хочу еще классно нам нужно еще но во-первых иногда у нас появится когда было очень долго время когда мы не видели ответ у нас появится разочарование появится негативное мышление появится тоже критический дух где я начинаю увидеть что-то я думаю нет это не то это не то это не то и так же когда дух святой начинает что-то делать в нашей жизни даже личной жизни или общей жизни церковной или в городе очень часто это не то что я ожидала или мы ожидали очень классно очень часто выглядеть не точно так как мы представляли в наш разум и поэтому я вижу что что-то происходит и автоматически начинаю думать не это не настоящее это не то это не точно что Бог хочет делать и так же у нас есть разные разные целы чем у Бога потому что почему Дух Святой почему Иисус ушел почему Он ушел после первой пришествии Иисуса почему Он не просто взял нас тогда но Он хотел поготовить землю но и так же Он хотел приготовить Его невеста в книге Откровения в 19 глава говорит что невеста приготовила себя и так же в книге Откровения 22 глава говорит о том что дух и невеста говорят приди Иисуса но в вашем синодальном Библии говорит там написано дух и невеста говорят да но в нашем английском или там в греческом там написано не говорят там написано слово как кричать они кричают или вызывают это именно мощно это как умоление почему умоляют потому что они уже видели нужда в Боге они уже видели что мы не можем без тебя и так же в этом все время дух святой работает на наш характер он работает на наш личный характер вместе с ним а так же общее он работает чтобы вся церковь стала зрелым в познании Бога это эфисианам 4 глава с 11 по 16 стих вы можете конспектируйте чтобы вся церковь стала зрелым познанием Бога и так же служение евангелистов апостолов евангелисты апостолы пастыри учители они все подготовят церковь для служения почему потому что они хотят чтобы люди спаслись чтобы все познали Бога Бога ставил нам здесь сейчас чтобы мы тоже привезли уже царство Божие на земле и но всегда есть вот эта напряженность внутри нас между царство Божие уже сейчас который уже есть и царство Божие который еще нет и иногда мы чувствуем напряженности как даже как легкие неудовольства и если это легкие неудовольства продолжается без утащения то это станут что-то негативом иногда критичным где у нас взгляд не очень позитивом и что-то я учила я училась в последние несколько лет я училась много позитивным мышлением как быть позитивным когда ты лежишь в кровати и тебе очень сильно больно и ты не видишь вперед ты не видишь как как все осуществляется в твоей жизни и ты уже чувствуешь как надежды нет но как можешь мыслить о том чтобы у Бога есть хороший план для тебя и у него есть добрый план добрый наморение и поэтому как положить наше сердце быть довольным тем что у меня есть уже сейчас в филиппинцам четвертая голова с 11 по 13 стих это Павел говорит и это в контексте финансовое обеспечивание но это принцип который тоже можно использовать на любом сфере нашей жизни говорю это не потому потому что я нуждаюсь ибо я научился быть довольным тем что у меня есть Матвея 13 глава 12 стих запишите запишите пожалуйста тоже Матвея 13 глава 12 стих ибо кто имеет тому будет и примножиться а кто не имеет у того отнимется и то что имеет что это значит очень часто у нас есть намного больше чем мы думаем что у нас есть и нам нужно начинать думать о том что у нас уже есть и быть благодарным за это потому что это положит наше сердце в хорошем положении например если я всегда думаю что Бог не говорит со мной я слышу это много особенно когда мы учим людей как слышать голос Божий или как слышать голос Божий вдохновлять других очень часто они говорят ну Бог не говорит со мной Он ничего не скажет ну я знаю что иногда этот человек там стоит и у них приходит мысль а другого человек который потом позвонит их и говорит ну у меня проблема есть ну и этот человек уже услышал об этом через отношения с Духом Святым они просто не заметили они просто не заметили что а это Бог говорит мне сейчас и нам нужно во-первых начинать заметить что Бог говорит с нами и также нам нужно изменить наше мышление например если у меня есть есть мысль о том что Бог меня не любит или Он меня оставил это вообще сто процентов против Библии против Местописания и поэтому мне нужно тоже учиться как воинствовать чтобы изменить мое мышление в Иоанна первое первое послание у Иоанна вторая глава Иоанна говорит и он скажет пишу вам дети чтобы потому что прощение вам грехи ради именно его пишу вам отцы потому что вы познали сушево от начала пишу вам юноши потому что вы победили лукавого ну если победили значит что была борьба и отцы они уже у них уже они уже достигнули определенные познания Бога в каком то сфере иногда мы можем уже быть как отцы в одном сфере нашей жизни и иногда мы еще как юноши я еще в этом сфере победю я знаю что это на русском не слово но но и я думала об этом в последнее время потому что я много боролась я много боролась вообще чувствую как ну я я понимаю и также иногда ты бороться с враги ну как с дьяволом иногда ты именно бороться с богом ну как яков он он боролся с богом и он хромал после этого до конца его жизни и иногда ты как-то путаешься и не знаешь точно с кем я боролся сейчас и также внутренне твои но нам нужно понять что мы еще в процессе победы но мы уже победители я уже победитель вы уже победители но мы еще в процессе победы и когда я знаю что я в процессе победы то у меня появится надежда надежда на еще и тоже 1 тимофея 6 глава 6 7 стих велик велик при 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 обратении быть благочистивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир явно что ничего не можем и вынести из его это велик велик при обратении быть довольным окей это первый пункт как положить наше сердце чтобы принимать еще быть довольным тем что у меня есть но второй иногда это выглядит как предположенный второй быть в ожидании и его царство на земле каждый раз есть пропуждение или движение духа святого это как маленький просто маленькая картина как как выглядит царство божие в небеса когда нет болезни нет смерти и каждый раз один из нас двигаться до ри духа святого или проявить что-то из небеса то мы покажем мир и всем вокруг маленький час царства божия и поэтому царство божие уже сейчас но и также царство божие в полноте еще нет еще гройдет еще придет будет реально царство божие на земле когда иисус придет и он теряет всякие слозы не будет болезни не будет смерти даже не надо будет солнца потому что день и ночь будет с нами иисус и он будет сияет просто и познание бога наполняет вся земли это действительно куда мы стремимся сейчас и каждый раз мы ходим на улице мы поделаемся иисуса или с кем-то наши ближними то мы принесем царство божие здесь на этом земле по чуть-чуть еще но и так же нам нужно постоянно ходатайствовать постоянно молиться да еще и так же не только это вы помните я сказала что дух и невеста должны кричать вызывать да ну вы знаете книга песни песни есть есть целая история это книга не то это книга о отношении между мужем и женой но не только это так же книга истории иисус всего невеста первые два глава это это когда они влюбляются друг в друга они реально просто сидите рассказывают насколько красивый он насколько красиво она они просто увлекаются и привлекают и влюбляются это влюбленности мдовый месяц все прекрасно да ну третья четвертая глава уже начинаешь чуть-чуть ну проблемы не только проблемы но и так же он как будто приближает к ней и потом уходит и ей нужно искать третья глава она говорит ну я искала тех которые любил душа моя я искала его и не нашла его она начинает искать его но потом она быстро найдет третья и четвертая глава но четвертая глава в конце она она молится вот опасная молитва я не знаю если вы знаете про опасную молитву но я вам скажу есть опасная молитва молитва за терпение это одна из них и так же молитва я сдаюсь Бог я сдаюсь Бог это тоже очень опасно но это хорошая молитва потому что Дух Святой начинает очищать нас и у нас идет процесс освящения но в этом глава четвертая глава песни в самом конце она говорит она молится такая молитва пусть ветер северный ветер и ветер из юга дуть на сад мой сад мой и если вы знаете про Израиль и разные вещи про Израиль то есть два разные направления куда идут ветер северный и южный и один из них очень хороший теплый классный а в другой очень холодно очень часто привезет какие-то шторм и очень неприятный ветер но она просит и так и так она просит хороший приятный теплый ветер как благословление и она также просит для вот трудности испытания что-то которое не ну не совсем но она молится об этом почему потому что она сказала она скажет я хочу быть как такими так как ты господ я хочу быть как ты но вы понимаете что наш бог он отец да и у него есть сын невест у него есть сын и он хочет хорошей невесты для его сына и он сказал он сказал нам в первых коринтина 6 глава он сказал не должна быть верующими и неверующими вместе под чузом ярмо очень сложно но он сказал не должна быть чтобы они были неравними чтобы один был вот так и другой был вот так это верующие неверующими но тоже это тоже касается Иисус как жених и его невеста он хочет чтобы у них было ровное отношение и партнерство вместе и поэтому чтобы церковь Иисуса Христа и Израиль стало как как Иисус ей нужно пройти освящение и очищение и это что Дух Святой делает внутри нас сейчас и лично и общее и поэтому когда она в песне молилась и сказала откройте мне благословение и испытание она молилась я хочу быть как ты я хочу преображаться в твой образ я хочу познать тебя больше а что означает познание Бога это когда я смотрю на него и я сотрясаю его красоту и я начинаю преображаться в него образ и станут как он и поэтому четвертая глава песни песне она скажет я открываю все и что происходило пятая глава и шестая глава испытание и трудности опять она не смогла найти его вы помните история как он придет и он прикоснуться к двери вот так и ее сердце делает и она знает что он рядом и вот желание пробуждается и она хочет быть вместе с ним ну я слышала не раз как люди говорят что ну если она не вместе с ним то это означает что она что-то плохо сделала ну да иногда но не всегда потому что иисус тоже он пришел потом он ушел и он ушел и сказал ну не переживайте я иду приготовлю вам место но это если вы знаете еврейские традиции сватба сватбой он что происходит есть помолвка между жених и навеста и потом жених уйдет и подготовит место чтобы принести ну чтобы привести жених привести невесту к жениху и поэтому он сказал я пойду поготовую вам место иоанна 14 глава и он сказал да не смущается сердце ваше я пойду приготовлю вам место и привезу вам к себе чтобы вы были здесь где я и поэтому когда он просто простроил руки и прикоснулся к этому двери и ее сердце она просто потеряла дихание ее желание откроила она сказала я искала тех кто любит душу душа моя и я не нашла его и потом она бегает по всей улице третья глава четвертая глава когда она еще растет в любви она уже нашла его но пятая глава и шестая она не нашла она искала и они стражи пришли ночью и они они были ее нападали на нее у нее было реально серьезное испытание и но у нее есть в этом выбор я буду сейчас обидеться или нет я буду обидеться или я буду принимать неправильное мышление о Боге сейчас что он меня оставил что он меня покинул он не любит меня что он ушел не вернется или она будет реально доверять кто кто он то кто он есть и песни песни пятая глава она говорит я она говорит ну девочки вокруг нее они скажут а кто это почему ты так сильно любишь его он тебя оставил они начинают обвинять его и говорит почему тебе надо это парень потому что он вообще тебя оставил и она говорит у нее есть в этом выбор и это очень часто тоже бывает с нами когда есть трудности или испытания в нашей жизни очень часто это люди вокруг очень часто самые близкие людей которые говорят ну почему ты это сделал может быть ты не в воле Божьей может быть ты неправильно выбрал или выбрала может быть ты что-то делал неправильно может согрешил и эти обвинения они начинаются и от людей и также внутри наш разум но у нас есть выбор я буду верить этой лжей этот обман или и принимать его или я буду твердо стоять на познании Бога кто он есть и например пятая глава они начинают обвинять и она говорит она говорит мой возлюбленный он белый и румян он красивее чем десять тысяч она начинает говорит кто он есть насколько он красивый и это тоже причина почему познание Бога для нас самое мощное в нашей жизни нам нужно каждый день познавать Бога нам нужно реально узнать кто он потому что когда будет гонение страдания и вот это всего и обвинение вокруг и мы не можем даже понять где истина и куда ну сейчас в нашем мире сейчас когда я путешествую везде смотрю разные новости и они все говорят вообще по-разному и ты не знаешь кому верит как можно понять вот это всего и нам реально нужно знать Иисус и кто Он потому что Его Слово и познание Бога это разделяет душу и дух и дух и поэтому и в песне последней шестая седьмая глава там говорится кто это который приходит отпустение склоняясь на возлюбленного ее почему она склоняется но я думаю что может быть она даже хромает чуть но все что все что у нее вся доверие которое у нее было в других людях или в других обстоятельствах Бог убрал и говорит ты не будешь доверять на этот на этот на этот будешь доверять мне и поэтому она была в конце концов она была полностью сто процентов уверена в нее возлюбленного зависит на него на нем и и это сейчас что Бог делает внутри нас и он делает церковь Иисуса Христа и поэтому Дух Святой он тоже вызывает изнутри он вызывает Аво Отче он открывает для нас жажду для опознания Бога еще и он тоже он тоже вызывает изнутри приди Иисуса гради Иисуса я хочу поднять тебя я хочу узнать тебя чтобы церковь и чтобы каждый из нас лично стал зрелым познанием Бога и кто он и и поэтому наши отношения с Духом Святым очень очень важно и очень часто и также преображение нашей характера потому что но очень часто когда родители воспитают детей и они маленькие да дети они просто скажут будь добрыми ну терпите люби и они просто дают такое ну они просто скажут им надо любить надо терпеть но этот ребенок еще не имеет отношения с Богом может они еще не знают Бога и поэтому это просто выбор который они выбирают в воле и все человечество они могут выбрать быть добрыми да они могут просто принимать решение и делать но когда у нас есть Дух Святой который живет внутри нас то тогда это не просто выбор нашей воли быть верными или быть терпеливой или быть или любить потому что это вся человеческого может можно делать но плод же Духа любовь мир радость терпение это плод же Духа не просто плод нашей человеческого человеческий выбор это плод нашей отношении с Духом Святым это причина почему Иисус сказал Иоанна 15 глава прибудьте в лозе если не прибудьте в лозе то отрежу вас потому что если я прибываю в Духе если я реально пребываю в моем отношении с Богом то плода Духа Святого это просто истекает из меня и очень часто что происходит я и каждого из нас мы стараемся просто выбрать быть терпеливой или просто выбрать быть добрыми или кротос кротос это означает возражение сил иногда ну я очень активный человек я чувствую как кротость это невозможно для меня иногда потому что я просто но я не знаю если вы знаете но я много лет каталась на скаковые лошадей в лошадях и они были именно такие лошади которые их родители были скаковые лошади их прабабушка и дедушка тоже были они реально были созданы для этого да и потом не только эта лошадь реально хотела как гонки сравнивания реально хотела быстро бегать но и также они покормили их реально очень энергичная еда все недели покормила очень энергичная еда и например если сравнивание гонки будет например в субботу то они закрывают лошадь четверг в комнату четверг пятницу и покормят им очень энергичная еда и поэтому когда субботу происходит эта лошадь просто и реально такая энергия где вы просто не можете держать вот с руками и я сделала такая особенная гонка где это не просто как по кругу бегать они побегали делали маленькие кружочки вот так и поэтому они бегали со всей силы маленький кружочек бегали со всей силы маленький кружочек и вот так и три разные маленькие кружочек вот такие И мы сделали, ну, это было, где надо было быстро бегать, и самое быстрее они сделали на таймер, и самое быстрее был победителем. И поэтому эти лошади, они хотели бегать со всей силой, но когда нам нужно было делать маленький кусочек, эта лошадь должна быть очень чувствительной, где хотел просто делать маленький кусочек, и ему нужно иметь возможность направлять, иметь возможность направлять и тормозить, но не полностью тормозить. Нужно было направление силой, и вот каждый раз я думаю про крутость, я думаю о направлении вот таких лошадей, где им реально нужно тренировать, чтобы они были такими чувствительными, чтобы они смогли на очень быструю скорость быстро делать маленький кусочек. И, но нам нужно проявлять крутость через наши отношения с Духом Святым, потому что иногда, когда я чувствую, как, ну, что-то происходит, и мне реально хочется что-то сказать, а я просто, ну, уверенно думаю, что я знаю лучше, как это сделать, понимаете, я просто как, я знаю лучше, как это сделать. И мне реально хочется что-то об этом сказать, ну, я просто кусаю мой язык, вот, ну, просто как, просто кусать надо, да, иногда до крови, но я понимаю, как евреям, как он говорил, вы еще не стражались до крови, я понимаю, до крови иногда мне надо кусать мой язык, но кусать мой язык, это человеческий сил делает, да, иногда нам нужно проявить, ну, человеческий сил, иногда надо просто делать. Ну, и люди это делают каждый день, но неверующий тоже может это сделать. Но если мы верующие, если у нас есть Дух Святой внутри, то нам нужно реально начинать учиться, как общаться вместе с Ним, чтобы это было проявление, его характер внутри нас. И поэтому я хочу дать нам несколько шагов, ну, и также я несколько практических шагов, как это сделать. Ну, и также я тоже хотела сказать, что по поводу ожидания, что вера, Иисус сказал в Матвея 18 глава, Он сказал, будь как дети. Если вы не как дети, вы не войдете в Царство Божие. И очень часто, что происходит в нашей жизни, если мы долго ожидали что-то, и мы долго не видели ответ, и мы станем там критичным и недовольным, и мы теряем вот эту детскую веру, где дети, они просто верят, они просто доверяют. И если ты что-то скажешь, маленький ребенок, он просто тебе верит, а почему звезды там весят, и ты можешь просто что-то предложить, потому что вы тоже не знаете, что-то просто сказать, и они просто принимают быстро, верят, доверяют. И, ну, когда мы уже взрослые, и мы уже доверили тут, доверили там, доверили это, у нас уже были ожидания там, и потом разочарование очень сильно. Начинается вот это неудовольство, начинается быть, где мы потеряем ожидание, мы потеряем вот это просто ожидание что-то хорошего, как дети, где они просто, ты скажешь, сюрприз будет? Ну, вы знаете, что для детей нельзя сказать слишком заранее, что будет какой-то сюрприз, да, если вы скажете в ноябрь, что будет в декабрь, то это уже целый месяц страдания будет у вас, потому что каждый день, а когда, а когда, 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 когда? И нам нужно вот такие, такое ожидание. Когда? 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 Я постоянно уже было 20 лет, и я постоянно говорю, а может быть пропуждение будет завтра? или может быть я выхожу на улицу, и там вот этот человек исцеляется, но после того, как уже много лет, и потом начинается испытание, и страдания, и я молюсь за людей, но я сама больная, и вот это все, и потом я потеряла вот эта детская вера, и нам нужно не потерять эту детскую веру, и что я хочу сейчас сделать? Вот, мы будем молиться еще, и скоро командное проследление, но вы уже можете поготовиться, но я хочу тоже сказать, что мы сейчас будем испытать наше сердце и посмотреть на эти вещи, где, может быть, мы критичны или недовольны, или что-то еще, потому что мы сейчас будем поготовить наше сердце, просить Бога для еще, для еще. И также практически некоторые практические вещи, нам нужно опустить наши прошлые разочарования, или ожидания, которые не исполнились. И также нам нужно учиться, как признавать Дух Святой, как признать Его присутствие сейчас и во течение дня, чтобы мы реально общались с Духом Святым и учились, как чувствовать Его присутствие. В течение дня.